Рынок США показал новые признаки коррекции. Главные индексы США закрыли торговую неделю снижением, а в понедельник 20 сентября падение рынка усилилось, так как главные индексы упали на 2%. Причина падения – фиксация прибыли крупными инвесторами перед решением ФРС завтра, 22 сентября. ФРС, как все ожидают, объявит о начале сворачивания программы поддержки экономики. Сокращение программы начнется, вероятно, в ноябре-декабре и будет идти темпом по 15 млрд долларов в месяц до середины 2022 года. В частности, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 600 пунктов за неделю, опустившись до 33 400 пунктов. Перед этим участники наблюдали снижение до 33 800 пунктов, которое произошло на фоне новостей из Китая. Медвежью игру спровоцировали долговые проблемы крупнейшего китайского застройщика China Evergrande Group. Инвесторы опасаются дефолта компании, что непременно скажется на всей отрасли. Об этом стало известно вчера. Поэтому промышленные компании утратили часть стоимости своих акций. И несмотря на восстановление части потерь, аналитики прогнозируют дальнейшее снижение индекса до 33 700 или 33 600 пунктов. Похожую картинку продемонстрировал и индекс широкого рынка S&P 500. Он снизился в понедельник до 4310 пунктов на фоне негативных новостей из Китая. Сейчас торги продолжаются на уровне 4 400 пунктов, но нам стоит ожидать возобновления снижения, в частности до 4 300 пунктов и ниже. Вероятным импульсом для этого послужит завтрашнее решение ФРС США. Не отстает в плане снижения и индекс NASDAQ. Его котировки еще неплохо держались всю неделю, но в конце прошлой недели также начали снижаться под общим давлением рынка. Сейчас торги по данному индексу продолжаются на уровне 15 140 пунктов, но аналитики прогнозируют снижение до 14 900 пунктов, а затем еще ниже. А теперь подробнее рассмотрим ситуацию с отдельно взятыми акциями. Среди крупнейших компаний США завершить день в плюсе удалось лишь акциям двух компаний. Речь идет о ценах бумаг Pfizer, которым удалось прибавить 0,7%, и об акциях Eli Lilly & Co., которые смогли вырасти на 0,6%. Еще около 40 компаний понесли потери. Среди них лидерами снижения стали акции Tesla, упавшие на 3,8%, и акции Nvidia, снизившиеся на 3,5%. Беспокойство рынка США было усилено приближением крайнего срока повышения лимита по потолку госдолга США, о чем напомнила в своей статье Wall Street Journal министр финансов США Джанет Йеллен. Она призвала Конгресс поднять потолок по госдолгу, поскольку в противном случае казначейство США в октябре не сможет платить по своим счетам. Ну и конечно же на фоне нарастающих негативных настроений на Уолл-стрит с опаской смотрят на предстоящее заседание ФРС, на котором может быть объявлено о начале свертывания стимулирующей политики регулятора, в частности о сокращении объема программы количественного смягчения. О том, как будут дальше развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете в других видео на канале Инстатв. Всего вам доброго и удачной торговли! До свидания!